Я рад вновь всех приветствовать дорогие друзья на канале, мы продолжаем путешествие по потрясающему миру игры Hollow Knight. В прошлом видео, к сожалению, я погиб и вот начинаем мы тоже с гибели моего персонажа, но это стандарт, если Андрюха в начале видео просто не слился, то мы не стартанули. Скажу вам следующее, в конце было мне достаточно тяжело, ну и стрим был достаточно продолжительный игры и мне было в принципе достаточно сложно в той локации сопротивляться противникам, поэтому и произошла гибель. Так, вот это я не туда завернул. Времени прошло с последней записи, достаточно много, сейчас я буду вспоминать что тут и как, постараюсь все-таки гораздо быстрее записать игру. Ну, недавно кто-то написал мне такой упрек, что мол, зачем начинать проходить игры и потом их забрасывать. Но я не забрасываю, их просто игр выходит очень много, бывает переключаешься на другую игру и, ну, не то что вот переключился, игруха вышла, допустим, ты начал ее записывать и вы, моя аудитория, соответственно, больше ее восприняли, то есть она вам более интересна, более актуальна, естественно, какая-то игра уходит на задний план. Допустим, в частности, вот, если взять Hollow Knight, Knight, Hollow Knight, ну, я просто кей эту букву, я считаю, что ее вроде как не нужно особо. Это что такое? Это что с тобой такое было? Блин, не бился. В общем-то, она достаточно давно выходила, игруха очень крутая, мне она очень нравится, просто какая штука. Она получается достаточно тяжелая, вот, все равно как ни крути, если просто увлекаться, допустим, полностью прохождением, увлечься, да, допустим, полностью прохождением Hollow Knight, то, конечно, она не будет такой хардкорной, но так как у нас, помимо этой игры, существует большое множество других проектов, ну, приходится на них отвлекаться. И все игры я, конечно, допишу до конца, вот, немаловажную роль еще играет то, как вы, соответственно, комментируете, лайкаете, вообще взаимодействуете с играми. Если вы, например, смотрите Hollow Knight, допустим, очень классно, то, естественно, в первую очередь я буду записывать его, потому что я вижу, что вам это интересно, и, соответственно, да что такое, я не могу ему в голову попасть, и все. Так, филимся. Что-то не то я нажал. Кружок одну. Опять я кнопки позабывал. Вот, но там выходился бой игруха, ее начали очень, как бы, интенсивно смотреть, и я просто должен был завершить ее, она тоже достаточно продолжительна. Еще какой момент, когда ты отвлекаешься на одну игру, ну, допустим, ты проходишь одну игру, она немножко может поднадоесть, это нормально, как бы, тема, то есть ты ее прошел, точнее, не прошел. Некоторые игры я же прохожу перед записью, вот, например, я прошел, но она была не супер. То есть она была интересна, первый раз было ее интересно пройти, но, например, второй раз для записи уже не то дело. Вот, поэтому, бывает, она тоже забрасывается. Ну, вот, я стараюсь максимально быстро к ним возвращаться, за исключением нескольких проектов, потому что некоторые игры записывал даже вообще не я, там, были в самом начале, писал Слава, вот, один из авторов канала. Поэтому, соответственно, он мне дописал ее, там, по каким-то причинам. А, мы писали ее с Xbox'ом, у нас сгорел бокс. Вот, естественно, мы не могли продолжить запись Evil Within, вот, именно по Evil Within был вопрос. Естественно, не смогли ее продолжить, потому что консоли нет, то есть приобрести не было возможности, а на Соньку ее не было. Соответственно, если нет игры на PlayStation, то есть не работает у тебя Xbox, ее никак не запишешь. Вот такая вот штука. И она как-то так ушла на задний план, и потом вышла уже и вторая часть, то есть, ну, как-то вот так. Вышла вторая часть, и я даже записал, кстати, вторую прохождение, и я писал ее уже вторую на PlayStation 4 Pro, не на Xbox'е. Вот, и она у меня записана, лежит на жестком диске, то есть полностью записанная игра, там, где-то около 40 гигабайт, писал я ее с комментариями. Вот, но нет, сама, на канал она так и не попала. Вот какая штука, потому что еще помимо записи, помимо записи игры, нужно вырезать лишние моменты, оформить много, правильно, сами картинки, оформить много там, помимо картинок, слушайте, я куда-то завернул, мы здесь-то и не были в прошлый раз, как я теперь погляжу, или были, но оно не отобразилось. Вот это, конечно, минус, когда ты долго не играешь. Главное, чтобы меня тут не жахнули. Уапаньки, осмотреть, что-то интересное. Печать Хоум-Неста. Так, просмотреть быстренько, быстренько. Подобраны. А что это было вообще? Это был амулет или нет? Так, хрупкая сила. Нет, это был не амулет, а карта. Мне, похоже, нужно в глубинное гнездо вот куда-то туда пробираться, верно? Где душа? Желкодуша не нарисована просто на карте. А где этот предмет? А, печать Хоум-Неста, это официальная печать Хоум-Неста, символ власти короля и его рыцарей. Древность из прошлого Хоум-Неста, вещь бесполезная, но может заинтересовать тех, кто увлекается историей королевств. Это продавать мы будем. Я вот в раз, и видите. Что значит отвлекся на несколько других игр, потом вернулся сюда и вот немножко запутался. Ну, как-то так, ребят. Серьезно, не обессудьте, я очень извиняюсь перед теми людьми, которые ждут прохождения просто других игрух. Я действительно стараюсь максимально быстро, куда же я опять свалился, записать все проекты. Но иногда просто банально нет сил или просто не хватает времени или вот игры очень большие или сложные для меня, потому что быть мастером во всех жанрах просто невозможно. То есть я стараюсь, конечно, пройти игры как бы так, чтобы вам понравилось. Это и прокомментить классно, геймплей был неплохой. Но, блин, вот просто бывает, и что банально не хватает сил или просто ты устал просто, потому что много жизненных ситуаций. Вы же, думаю, прекрасно понимаете, что не только я просто играю в игру, еще тысячу других делают дел. Ребят, тут у нас, гляньте, оказывается, есть вот такое кресло, трон деревянный, еще и карту я дорисовал. Представляете, а что-то я тут, что-то я так и не понял. В прошлый раз, неужели я сюда не попал? Такая очень классная, кстати, локация, мне понравилась. Ну что, давайте пытаться вернуть душу. Все-таки, все-таки это наша основная цель, потому что без нее... Или я сюда не мог пройти? Тут, кстати, символ скамейки. Тут, по-моему, была закрыта или решетка в прошлый раз. Каким, правда, образом я ее открыл? Ладно, если я что-то говорю неверно, поправьте меня, пожалуйста, в этой игре. Вот, что еще? Что еще можно рассказать, пока мы отправляемся к нашей цели? Классно то, что заточен теперь у нас меч. Хочу посмотреть, как он правильно называется. Игла, по-моему, да, гвоздь, гвоздь, прошу прощения, тоже. Сейчас кинут в меня камень, фанаты этой игруки. Вот, еще я для себя открыл, кстати, Castlevania Symphony of the Night. Эта игруха еще выходила давным-давно на первый PlayStation, и она, по сути... Ну, я играл во многие Castlevania, многие записаны на канале. И, возможно, я даже играл в Symphony of the Night, потому что я сейчас вот запустил ее, ну, за кадром, знаете, попробовать, что там... На Xbox, потому что на Xbox она там по обратной совместимости. Вот, я ее приобрел, соответственно, решил посмотреть. Потому что Серега, Гебриэль Бельманс, который мы пишем, он фанат этой игрухи, и поэтому, собственно, у него и ник такой в том же направлении. Так вот, какая вещь? Какая вещь очень немаловажная. Этот, допустим, Hollow Knight, он очень схож. Как я и говорил, в принципе, в самом начале записи игры, что это Midroidvania, что это вот Castlevania у нас в том же направлении, да? И я думаю, Сереге настоять, чтобы он ознакомился. Он такой, знаете, более серьезный, ему игры нравятся. Более жестокие, но Hollow Knight, по-моему, она прям вот выдержана. Здесь и атмосфера правильно, и как бы сам мир интересный, и все-таки геймплей, он вот заточен под ровные руки, которыми Андрюха, видимо, не располагает. Потому что, ну, пить эту саранчу уже в сотый тысячный раз нормально не получается. Главное... Ой, ага, мы спустились к этим ребятам. Они все уже тут у нас отдыхают. Они поклонились нам, и мы спокойно мимо прошли. Я немного запереживал, что придется файтиться. Это меня реально испугало. Я такой, думаю, только не файт с ними. Просто я не готов. На самом деле, опять у нас тут кладбище погибших этих местных, видимо, обитателей. И опять я начинаю рубить, рубить эти последние огоньки, последние просто источники света здесь в кромешной дне. Возможно, знаете что? Придется насобирать. Я еще прошлый раз задавался вопросом, как попасть нам туда направо, чтобы забрать тот осколок. Вот. И пока мне не ясно. И не ясно мне, где, блин, вернуть, никак не вернуть. Ты что такое? Ой! Это ж наш, это ж наш старый товарищ. Какой же это ужасный муравейник. Полный злобных тварей. Просто так. Я из этой темной дыры не выберусь. Думаю, схоронюсь тут еще на чуть-чуть. Но мы с ним уже разговаривали в прошлый раз. Он мне карту подрисовал, но, как видите, совсем-совсем немного. Карта, конечно, тяжело открывается. Ну и что касается, кстати, карты, я могу отметить, что она в разы просто лучше сделана, чем в той же Castlevania. Потому что игра та была все-таки 99-го года. Ну, у меня никаких претензий к Castlevania абсолютно нет. Она эпична. Я играю с огромным удовольствием. И, как я уже сказал, многие части я позаписывал. Кстати, возможно, на канале, так как Серега ко мне приезжает, в ближайшее время появится... Прохождение Castlevania, потому что все-таки он мастер. Ну, он давно, кстати, проходил. И вот мы и беседовали с ним вчера. Он говорит, ну, многие говорят, надо перепройти, пересмотреть. Я говорю, короче, приедешь, будем вместе вспоминать, что там и как. Потому что там целая ригиа вокруг этой игры, и она действительно достойная. Как, в принципе, и Hollow Knight, он потрясающий. Я понимаю, за что люди его обожают. И вы знаете, я тоже фанат этой игры. Я первый раз, когда ее запустил, я сразу понял, что я не буду неравнодушен. Вот, блин, ну тут совсем темень. И, кстати, я не закончил мысль. Мысли Моя была следующего характера по поводу темноты. Почему, 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 почему я сюда иду просто. Где, блин, душа? Ну, тут стремно, вот, вообще просто. И она не нападает. Вот это что за диктей. Я, блин, уже не помню, как атакуют эти противники. Почему она до сих пор на меня не напала моя душа, чтобы я вернулся. Полный ее формат. В общем, Hollow Knight с первых секунд мне понравилось. Таидрить, колотить, а ну-ка, все просто разбежались. И потерял мысль, представляете, здесь реально страшно. Просто мне тут страшно, потому что в прошлый раз здесь я потерял жизнь. Вот, у Hollow Knight, в общем, тоже очень много фанатов. Я понимаю, почему она очень-очень классная. Так, давай, давайте вот так пока, что я... О, вот ты где, моя малышка? Иди сюда, наконец-то. Ну, теперь я не такой, не такой перепуганный. Тут, кстати, какой-то тупик. Выше подняться можно, можно, кстати, подняться и лучше. Надо посмотреть, какие именно у меня там были способности, потому что я уже забыл управление напрочь. Итак, черепки сосуда. Еще один, чтобы целый сосуд и носить больше души. Это хорошо. У нас есть мстительный дуб, кружок и фокус, удерживая этот кружок. Отлично. Также мы прокачали немного гвоздя, но он теперь стал заточенный. И у нас 1200, я вспомнил, что я хотел рассказать. Слава просто всем богам, которые создавали эту игру. В общем, что звезды стали правильно в ряд, и теперь я могу основную мысль донести, вот, которую я пытался донести несколько секунд назад. 1220 у нас гел. Естественно, нужно купить фонарь. Он стоит, по-моему, 1600. Вот за ним нам нужно вернуться аж в грязь. Или нет, подождите. Мы можем, наверное, вернуться к любому из торговцев, да, и нам... А нет, фонарь только в грязь. Блин, мне хочется подниматься в грязь, а потом опять в глубинное... Бездук спускаться. И знаете, почему? Еще немаловажно, какой меня останавливает момент. Не факт, что нам поможет просто фонарь. Если он просто не будет светить. Если он работает только в темных уголках этого мира. Если он здесь не работает. Ой, последнее время, кстати, играл на Xbox, и он записывал Gears of War 5. Ребята, это дополнительный. Кстати, классно. Загляните обязательно. Посмотрите. В общем, это прохождение. Игруха очень крутая. Такой, знаете, добротный, старого плана вот экшн. Я имею в виду обычный классический геймплей. Еще, который нам полюбился по временам первой Gears. Вот. Но в очень красивом графоне. Так вот, по поводу джойстика хотел сказать, что на Xbox очень кнопки клацают. И джойстик вроде бы качественный. Но мне как-то ближе вот к контроллер PlayStation, потому что тут кнопочки, они так мягенько все нажимаются. Практически их не слышно. Хотя они тоже щелкают. Тоже щелкают. Но, блин, разница колоссальна. Просто по шуму. Я не знаю, почему бокс, почему майки так сделали. Контроллер у них вроде бы классный. Но, блин, он очень-очень грубкий. Это минус. Знаете, я не осмотрел всю эту локацию. Хочу вернуться назад. Все гео, которые я упустил. Кстати, мне не придется за ними по новой мотаться. Потому что у меня выставлена... Вот тут нельзя пройти. Видите, слева точно какой-то есть секретный. Секретный вход-проход. Может, тут где-то закрыть наверх. Идут здесь налево. Куда-то внизу налево. Так, лежать. С болота. Блин, ну куда-то мы прям... Уходим. Че, блин, у меня зла на это. Вот тут меня в прошлый раз жар. Успею ли я? Ух ты, ух ты, ух ты. Ух ты, ух ты, ух ты. Запрыгивай. Ну да, можно тут пройти. Ай. Не та кнопка. И я, блин, практически в полусмерти. В одном шаге от того, чтобы снова тут слиться. Представляете? А, нету там хода направо. И нету тут хода наверх. А что это за путь такой? Это путь нельзя. Попогоди, погоди, погоди меня, крыса. Ну ладно. Реально лабиринт. Локация, локация зачетная. Но и в то же время она, конечно, за счет того, что она сделана лабиринтом, она... Я думаю, блин, я опять свалился. Представляете? Тут уже запутался, заболтался. Все. Выбираемся наверх и помчали. Вот. Вот наш верный путь ниндзя. Почему ниндзя? Потому что у нас мечи, стрейфы, по стенам мы тут гораздо... Еще и можем кинуть в противника практически сюрикен. Хе-хе-хе-хе. Вот как я подвел вниз. Спускаемся. И сейчас мы пройдем дальше. Ой, блин. Они реально эти сороконожки. Или что оно такое? Они, блин, шумят. Я истюю. Они не шумят. Я все равно истюю. Так, что за лампа? Что за гадость? Вы видели, что там полетело? Пляхал, ну-ка, нам наверх. И налево можно. Куда смотреть? Запись хоть идет у нас. Хе-хе. А то начал прохождение. Тарахтел, тарахтел. Одна. Это обычная ситуация. То есть не забыл нажать кнопку. Там трансляции и запись. Хе-хе. Вы не вставайте. Что-то посмотрим. Да. Ну нафиг. Слушайте, ну тут вообще темень. Ну пока, как бы, пока есть жизни. А вот отсюда мне уже не выбраться. То есть пока есть жизни, и пока мы можем вернуться назад. Нормально. Ну, ну, не нормально совсем. Все совсем не нормально. Еще ниже. Ну, не просто так называется. Это локация глубинное гнездо. Направо нет. Направо нет. Знаете, какую штуку. R2 Strayf. Да. Все. Потратил. Но вспомнил за то, что R1 у нас кнопка использовать эту майки. Ах ты. Ах ты, блин. Уай, блин. Ты чего такой? Ты чего такой? Злючит за огромный, большеродный гад. Куда это вы снесли? Ух ты, ух ты. А вот здесь, блин. А вот здесь подстава. Я так еще неудачно прыгнул. И что? Ты чего тут? Спокойно тут. Надо подождать, пока проедет этот вагон метро. Уровень мне нравится. Но я реально в панике. Души практически нет. Темень кромешная вокруг. Да, сейчас я создам у себя здесь помещение. Ну, прям атмосферка. То, что нужно. Как? Ничего не сломай. Может, сверху тут сюда можно как-то свалиться. Да, плохо-плохо, что карта у нас не рисуется. А в той же косывании, получается, по классике сделано. Ты проходишь карту, и она дорисовывается. Здесь они немножко усложнили задачу. Ты проходишь карту. Ну, точнее, проходишь локацию. Потом тебе нужно еще найти и получается нашего этого картографа. Чтоб он тебе ее зарисовал. Ты вообще просто в лабиринте. Опять вниз. И там уже... И там прям копия, да. Свалиться. Выживешь наверх, можно. Тут только... Вот здесь, если я прыгну вниз, ребят, я не выберусь оттуда. Ну, что рискнуть? Ух ты. Ух ты. Ха-ха. Ай-яй-яй-яй-яй. Знаете, в чем штука? Мы-то попали в месте... А, нет, я здесь не был. Ой, я думал, мы здесь были. Ну-ка, отдохнуть. Дорисуйте мне карту. Покажи мне. Ну, вот что я вам могу сказать. Были мы здесь или не были? Ну, как-то выбрались мы из передряги. Стало мне поспокойней. Но атмосфера все равно плотная. Так, это что такое? Это к нашему рогачу. Хитрить колотить. Опять они. Вот тебе и здрасте. А там можно, кстати... Ой, да что ж ты? Что ж ты? Не той кнопкой. Не той кнопкой я хочу ускориться. Да, ну постараюсь. В общем, ребят, в любом случае, постараюсь как можно быстрее закончить холл. Кстати, осталась... У меня подписка осталась 8 дней. 28-го она заканчивается. Даже 7. И вот, естественно, за эту неделю я хочу ее добить максимально, чтобы... Ну, не максимально, а полностью пройти. Ну и максимально, если тут 100% можно зачистить, то вот максимально постараюсь это сделать. Ты глянь, что творится, а! Стремно, до чертиков пошел вон. Готов. Еще один. Ай, на носорога, на этого свалился жук. Носорог. Не один-то другой меня тут заборол. Ой, ой, это что было? Офигеть. Я себе, значит, килился спокойно. Куда-то тут такое убрал взгляд. И на тебе там напала какая-то гадость. Я даже не понял, что это было. Ну, хрень стрёмная. Не понял, знаете, только не понял ничего, но так интересно. Тоже не понял, что напало, но было стрёмно до усрачки. Может, у обычных наш носорог? Это... А, я понял, это горячие источники возле лавки нарисованы. А мне казалось, что это рогач какой-то, жук, видите? Внизу там. Ну, может быть, действительно жук какой-то рогач, просто мы его не встретили. Да ну ты сдохни уже. Кошмар. Вот эти вот простые противники, которые, ну, не должны быть вообще преградой. Иногда столько неприятностей доставляют. А, вот я теперь понял. Тут у нас получился... Получилось сделать круг. И карта, карта, ребята. Здесь она не очень... Ну, не очень подробно. Большая часть уровней остается для меня просто загадкой неизведанной. Хотелось бы... Хотелось бы поподробнее как-то или купить какие-нибудь... Ладно, там булавки эти мы покупаем, которые оставляют пометки, где там классные, где не классные местечки. Так, это быстрый спуск. Придется опять подняться. Так вот, так вот, что я хотел сказать. Хотелось бы какую-то карту заплатить за нее на массу гео. Прям какую-нибудь монументальну, монументальну, вот слово луна, сумму и получить карту со всеми секретами. И вот, если бы такое можно было, я подозреваю, что вряд ли, вряд ли нам дадут. Тут нет? Яврить колокий. Там слева колея и вот как нам узнать, можно ли туда? Похоже, нельзя. Судя, потому что там колючки идут вверх по стене. Забываю, что он тут еще бьет вверх и вниз. Вот эти вот удары по направлениям, конечно же, конечно же, очень классная штука. Надо о них помнить всегда. Так. Помри. В ракушечку быстро спрятались. Вот это гел. Неплохо. Там кто-то, кто-то, кто-то скандалил. опять, опять я не могу поймать этот баланс. Каждый встречный мне нанесет атаку. вы слышите, кто-то, кто-то прям что-то тю, а что я разламываю, можно туда попасть? что-то. Вот, вот, это гадость. О боже, я думаю, что за шум кто-то за мной летает или бегает. Это крылышками, это какой-то огромный, джинный. О, наш старый знакомый дед, сейчас мы его спасем. В общем, кто-то за нами постоянно откуда-то вылазит и следит. Ужасная фигня. Блин, он попал в паутину, ребята, и паутины, обратите внимание, паутины становятся больше и больше. А значит, а значит, паук тут нас найдет. хилимся. Да что же, маленькие паучки лазят, ядовитые какие-то гадости. Сейчас мы главного их должны встретить где-то. еще выше, направо тупик. И что делать с дедом? Как его спасить? Вот она, вот она, гляньте там. Охренеть, охренеть просто, какая она стрёмная. Гадость. Вылезла откуда-то из кокона. Так, надь, я сделал похуже круг. Ходор, ходор, ходор. Давайте попробуем к нему все-таки добраться, что ли. Вот здесь вот я так и не понял. Вот тут что-то я пытался прорубить, но там что-то рушилось, но наверх прыжок сделать мне так не получилось. Ладно, давайте осмотримся. Может быть в процессе исследования данной локации станет нам доступен какой-нибудь противник, ну то есть может быть какое-то событие произойдет и станет нам доступна возможность пройти дальше. Вроде как тут я куда-то вернулся. Да, тут изученная часть территории. Можно даже к лавке подняться пусть карту дорисуют данным. Блин, какое тут стрёмное местечко я вам говорю. Вот эти все звуки. Ну привет. Этого я не помню перца. Тряпочка но стартриджа. Тряпочка но стартриджа. Тут полно тварей всех видов грызущих огненных кусающих и царапающих. Думала что с ними поборюсь но теперь вся спесь сошла. Я чувствую себя такой уставшей. Это все? Вот отдохну сколько смогу и буду искать менее ужасающее место для боев. Не хочу сгинуть в этом гнезде. Ну хорошо. Я не против. Правильно. О боже. Трупаки возле лавки. Карта обновилась? Обновилась карта? Я здесь похоже не был. Карта обновилась хорошо, ребят. ну вот как я и говорил подробностей нет. Часть которая находится под значком нашего героя внизу посмотрите просто большие прямоугольники а там по сути лабиринт. Конечно запомнить можно все это дело но это все-таки надо запомнить так просто ой ну чё погнали иди сюда ты кто такой низ равный трамвай или что я понял не такой-то ты и сложный оказался противник но злющий вниз можно похоже как будто коле доедрить колотить вообще несложный противник я просто постоянно что-то там с трамваем случилась беда что-то постоянно напарываюсь на его атаки ай 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 потратил души немного блин ребятки ну тут тут нас заманивают красивыми своими вот этими досточками подвешенными так ох блин мы там уже от лавки и это что такое ты что за баб за бабочка но она бабочка на каком-то стручочке там этот стручочек знаете вот рыба ой блин вот мы в трамвае дотарахтился знаете рыба вот как-то она рыба блин короче огромная стрёмная рыба которая светится на дне морском обитает очень глубоко типа огонек светится ты как бы скушать ее хочешь она сама тебя скушала бабочка так трамвай поехали я кондуктор нет похоже слева открылся ну да проходите в салон не стойте в заднем проходе проходите в салон нам кричала кондуктор так ну погнали вперед деваться некуда а ада ребята на земле настал ты глянь вот как по нему я не попал ударил же вправо развернулся и уже был готов к тому что нужно открывайтесь локация огонь каждая локация в этой игре нечто невероятное ой как же я сразу так к бабочкам ты не забежал видите это пополни душу да или я тут изничтожил опять какую-то раз мне кажется я просто самый жесткий уничтожитель всего живого в этой игре в этом мире а да все я вспомнил дополнительный я же получил дополнительную ячейку урона это хорошо ой хамуха ой хамуха простите перепугался что лес лес наверх сейчас как грохнусь куда-то вниз нет нормально вот тебе минус ячейка доедрить колоти подыхай ты умри не хочешь не хочет и все так восстановили сколько могли ой я думал на этот трамвай который подвис тут можно на нем покататься нифига самое интересное что тут видите как бы и выбраться наверх не так-то просто Андрюха смог да не знаю может задумывалось так что если мы сюда забрели так нет нам уже ходу назад вы представляете что будет дальше если эти гадости такие жесткие вот агрикой блин я ее убил с нее еще что-то там вывалилось то что нас ждет там конце этой тропы мы уходим все дальше и дальше как-то от безопасных мест там еще справа посмотрите нижняя лавка видите направо можно пойти вверх там был маршрут вниз и от этого горячего источника налево я получается поднялся наверх да на самом а у нас еще есть возможность в этом внизу там уйти налево в общем лаби тихо там пыль какая-то внутри зашевелилась знаете пыль просто так сама не шевелится мне кажется вот здесь как раз пройти вниз можно так а налево а налево тупик вниз вот мы и в салоне а это не пыль это осколок нет проездной ребята это проездной но сейчас нас будут катать похоже раз мы вытащили проездной давайте его посмотрим поподробнее где там а вот сейчас одну секундочку проездной проездной пожизненный билет на трамвайную линию холл нестахал у нас то прошу прощения такие просто холл мне вот я не знаю почему холл а потом через эйн написан мне почему-то кажется что правильно читается холл кнайт как-то так холл кнайт а тут холл нест я поэтому немножко я могу ошибаться но я поэтому собственно произношу по-другому ну ладно пусть это не станет у нас проблемой итак давайте зачитаем все-таки что там за пожизненный проездной на трамвайную линию холл неста такие проездные стоят кучу гео и продаются только по личному разрешению короля но будем считать что король нам разрешил ага ну забрали проездной и теперь только наверх только наверх ну в смысле вылазим с вагона и направо но нас тут уже это нельзя похоже на какое-то космическое оружие бластер на руку тут поджидают уже наверное положи проездной на место сейчас мне скажут здесь так сделано как будто ты не должен как бы выпрыгнуть назад но там удается удается благодаря открытым способностям нашим все ли я исследовал все ли я осмотрел почему всем здесь труба вопрос почему я не могу подняться наверх в том месте где он спустился вниз тысячи вопросов которые похожи останутся без ответов есть подозрения так стол тут у нас тут у нас тупик ну что идем хитрить мне просто страшно двигаться направо я вам серьезно говорю страшно страшно надо быть конечно поагрессивней побыстрее но каждая минута пребывания в этой игре она очень очень мне нравится поэтому я немного немного оттягиваю удовольствие оу выбираемся назад так нам точно нужно идти за фонарем потому что там ну ни черта не видно прям просто ни чертища сейчас будем знаете что делать во-первых во-первых мы зарисуем карту привет угрюма это наша подруга посмотрим что карта нам вообще как она прорисовала а ну да слева там у нас неисправимый трамвай потом вот это тут гнездо это где можно получить а неисправный трамвай да гнездо где с бабочками где мы можем дополнительные эти получить ячейки для для чего ну дополнительную ячейку урона и что я вам скажу ребят давайте наверное все таки за какая-то она уже говорила повторяется вернемся все таки значит на саму на самый верх в грязь мут и все таки купим фонарь купим фонарь без него тут нам будет тяжело головато да с ним будет наверное полегче потому что там внизу прям полнейшая теме сколько ты раз будешь ломаться пол под ногами ну вот опять пошел этот шум движушка я я не знаю кто кто противник кто хуже а почему почему душа не набралось как-то жизнь это мне надо восстанавливать да ну ты глянь вот как она так успевает ко мне побежать я там плю как-то псих машины чем никто не должен ко мне успевать подкрасться охренеть только не слив я освободил бабочку но это наверное светлячок освободил светлячка это сейчас так называется ну вот видите светлячок банки налево можно или нельзя можно можно допрыгнуть только без пружок потому что там тупик ты глянь они меня просто изничтожают эти гадости ползучие как такое может произойти как это происходит они же просто ой боже мой она еще прыгает на меня паразита тело меня напрыгнуть получила по мордам и сныкалась да вылазь мне восстановить душу восстановить душу нужно так ребятишки тут трупак у нас наверх по этой стене не подняться ну бей вот так как всегда и проблем не будет ну здесь как-то поспокой потише стало тут меня и съедят ага понял облетает там все вокруг возвращайся сделав круг короче про про лепесток летели велики лепесток через запад на восток серьезно наверх никак не подняться там вроде как что-то интересное наверху ладно тогда направо ай по голове да ты головой то его не бей не бей его головой пей его мечом да оттас тут оттас и вниз и вверх просто посмотри они лезут лезут очередь суки эти в очередь лезут черти со всех сторон а зачем я сюда пришел а где он где он понятно пришел пришел еще полезного ноль просто не усмотрел зд здрасте я просто прохожу мимо до свалилась до свалилась на голову это дрянь хоть я и бил ничего вверх я понимаю что меня там смогут это у нас дорога вниз ну вот тут похоже на выход единственное мы не смотрели комнату до конца в том смысле что здесь у нас вроде как был она ничего там у нас и не было ну тут просто такой знаете кусок квадрат темный посредине земли все кажется как-то туда тоже можно забраться потихоньку поднимаемся на верх и попадем если продолжим свой путь в этом направлении то в грибные пустоши а вот из них о мы о ну теперь да теперь у нас есть возможность как бы срезать или что это короче вот это вот посредине если ты летишь быстрый спуск вниз в самую глубь этого к этой кромешной тьмы так да 1854 за покупку фонаря я уже не переживаю переживаю что мне могут отбить ого она по стене еще наверх лезет что мне могут отбить просто голову в нашем путешествии наверх для откусить ой блин да их тут а их тут отрядами они просто отрядами нападают гляньте одна за одной вылазит сколько их там вообще могу спрятаться на квадратный этот сантиметр я понял так задумано этих дрянь здесь бесконечны что-то там ломаю но на заднем фоне я все хочу разломать какую-нибудь ай стеночку и найти там секрет просто выпрыгнул направо хотя я удерживал ну по левой стенке прыгал соответственно удерживал налево и думал выпрыгну слева то есть валится вниз так гео гео просто лишним не бывает ой это какой-то мир гео нет да нет где мы где мы вышли так здрасте кто там у нас а это враги вы че я хотел с вами попить вообще посидеть но если вы агрессируете то по рогам вам надо о так это пророк мышистый пророк лучезарное существо принимаем мы твое благословение лучи твои проходят сквозь нас степло твое наполняет нас халлоу нест заново рожден един в образе твоем лен поет песня у него такая все просто зашел покрошил тут оставших выживших оставшихся выживших и пророк мне толком ничего не рассказал зачем я просто карты карты нет этой местности жизнь суть свет лучезарный чисто яркий тушить сей свет что саму суть угнетать природа угнетенная коробит и извращает нас примите свет достигните единения интересная принял свет когда этих ребят порезал на лохмотье ладно направо с пророком вахты болин вот тебе и здрасте тут справа где-то где-то было местечко где можно приземлиться но не хочу с ним уже сражаться поднимаемся наверх и хотим там направо он выпрыгнул сам просто не нужно падать вот в этом месте вниз о открылся открылся открылась а я думал тупик столько поднимался наверх и все но нет ребят грибные пустоши счет мне не нравится ой привет не нравится в том смысле что много тут колючек ай да забываю правый аналог я правым аналогом чекаю эти к там грибные пустоши все остальное только когда первый раз короче тону в этой гадости направо нам тут не пройти до или пройти я прям в шоке что нам делать как отсюда выбираться так табуретка была тут не было тут люди табуретом а просто блин я сейчас сольюсь так надо поймать баланс и я его не могу поймать офигеть сейчас тут меня баланс я вот ну не могу чё-то нормально ударить не понимаю ну то есть а есть какая-то пауза минимально вот в этом ударе мечом я никак не не привыкну полин номерок ну я и попал и чё то было я то думал здесь секрет секрета здесь нет ребята нет секрета начали мы отсюда были но я изобрел а я и я не изобрел я забрел в какую-то задницу еще не совсем просто мне понятно по стенам по этим можно прыгать или нет ты чё творишь блин нет ну какого черта он от гриба не оттолкнулся ну то увидели он ну то ядрит колотит а давай уже карта обновлена где там наверх там путь в 100 миль в 100 лет блин писос придется аккуратнее я правильно хоть иду ох блин ох какой из чинов произошедшая но там ну там на от гриба он не оттолкнулся хотя он должен сделать да и косяк реальной игры он просто с него соскользнуть вот перемотайте назад и посмотрите он от него про он просто по нему проехала вообще он обычно пружинил там все время от них ой да ты глянь ну блин вид наш нифигища вниз упала там уже тебя подсидели а я паразиты не каждая новая локация реально челлендж но он какое-то время челлендж когда ты просто изучаешь врагов и изучаешь то есть что она собой представляет она уже не такой конечно проблемой проблемное ну потом является для тебя но поначалу каждый раз ты как вступаешь неизведанно ой блин да что ж там произошло тело смотреться далее я и у меня уже замутся ну а я уже при я уже зашел я жду пока подгрузится черный экран реально темень на экране с них можно набить просто души я поэтому их не просто а они же забирают у меня душу с них же я блин ее и пополняем выпрыгиваем направо все тут пошла жара это грибная тут уже да ну ядрен батон ну ты шу пойти там там место для приземления килограмм километры километры площади ага мне только направо я думал он так вот прыгнет потом я сделаю типа удар мечом и дальше а получилось вы видели то что получилось ну теперь иди сюда да ну как 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 это произошло ваку 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 тут вообще ничего сложного нет то на самом деле таки просто летающий пузырь и трогать не хочу этим стрёмно это байда явно меня там вот этот сам напросился а нормально вот они восстанавливают мир жизни гео это нормально там типа секрета нет где я но тут уже карта ранее изведана все нам остается только подниматься наверх да и все там выберемся отсюда блин не увидел его представляет он еще и взрывается я забыл и чем мы идем наверх так тут у нас картограф но он нам уже не нужен мы там эту карту уже получили остается только пройти дай мне надо захилиться покажи мне а это не та кнопка направо и наверх все парень отъезжай тут музыка другая тут поспокойней вот то местечко блин самом внизу там а было реально стрёмно тут не так не так стрёмно ой блин да что ж ты я думал он разлетелся на куски тут мы были показывают карта турнир на 100 процентов я имею ввиду рычаг этот тянули что можно там наверно сделали дядька грипп нас поджидает были уже перебиты эти ребята откуда он опять тут взялся спокойно хотел пройти спрячься дает не то нет стал посреди дороги шумит кстати можно засейвится за одно тут торгуется у нас неплохой так отдохнуть а чё карту не зарисовала ну ладно чем продает хрупкое сердце если боюсь умереть то он не нужен а это нужный ячейк очень и очень особый ценный амулет дает больше гео но пока мы не будем ничего покупать у него потому что светильник главная наша задача добыть светильник здрасте я понял почему я получаю блин постоянно от противников которые мне встречаются на пути после удара идет такая вспышка и вообще не видно в какой-то секунду не видно просто противника где он находится вы отчет там стрёмно это такое чё за голова то такая ну давайте узнаем поднимаемся наверх кто-то нас там поджидает наша старая знакомая имеют забытая перепуть я уже вдоль и поперек тут бега на таить ёшкин ты кот я не знаю кот ёшкин матрёшкин справа чё горячие источники давайте заглянем вот этот значок просто ну да булавка она то самое и означает вот здесь карту да нет он не хочет дорисовать карту но я имею ввиду карту с другого уровня там просто кусок я прошел карты ну кусок локации и нет самое ну я думал если здесь он присядет он напишут что дорисован типа уровень она чуть не пишет такую историю типа карта обновлена че написала пару может дополнительных ячеек пойми правильно ли я иду к ним или нет да я куда я забрел дратуйте что вновь привело тебя сюда маленькие маленькая тень заблудим заблудившись что там слова какой-то нет думал заблудился но там не заблудился по моему буду пересматривать что она записывал посмотрю обязательно обо мне беспокойся меня мне тебя больше ничего не нужно да это тут мы тут там мы выполняли задачки этой подруге у меня вопрос другой где болото в котором можно скупнуться и получить дополнительные дополнительные ячейки для урона что-то тут так далеко надо залезть что я наверно не буду этого делать я думал тут где-то раз как скамейка тут тут же где-то ты можешь два дополнительных этих получить ладно это шахта огроменная это у нас вообще отмечено на карте это у нас вообще отмечено на карте ай не увидел эту хрень ладно дело лишними не буду тут с двух ударов выносятся эти противники наверх куда не надо вот собственно вот собственно та и по на мать это ж не так делается вот другое дело теперь можно наверх смело подниматься блин карту плохо приписать нельзя это он рогами своими и надписью родовой курган закрывает не половину просто просматриваемой площади ой какая она клювая какая она крутая тихо тихо биться не надо о кличинке забежать к этой куколке к усиничке да да привет привет гони бабло я же принес тебе тут подружку забываю что тут гео не притягиваются нужно именно самому подбирать что за что за дискриминация ну вот мы практически наверху мне хочется что мне хочется давайте наверное сначала направо смотнемся к нашей рогатой подруга потом залетим в грязь муту это оно это оно храм черного яйца и что нам с вами не хотят тут поговорить странновато странновато я думал нас тут уже будут поджидать ладно тогда в грязь мута светильником потом вниз нам предстоит спуститься опять маршрут пока я помню приблизительно должно дело пойти побыстрее да и чуть-чуть геймплей я уже приноровился туда этого прям совсем было туго это обычно обычная история когда ты неделю не играешь а то и две окей залетаем сюда привет привет папа надо булавка трамвай должно быть эти трамваи настоящие чудеса прогресса те древние жуки были теми еще умниками эти булавки отлично подойдут чтобы отметить трамвайные остановки на карте да купить уже что-то неужели прошлый раз папа надо у меня не хватило на это снова хочешь что-нибудь прикупить у нас и так уже все скуплено подчистую боюсь пока у нас ничего достойного на продажу нет корнифер конечно будет счастлив но я ума не приложу на что он собирается потратить все это дело ну да прошлый раз получается не было у нее ничего нового потому что она тут такую же самую реплику говорила так дед привет чё расскажешь ты что тут путь в грязь будет для многих путешественников нынче лежит через извилистые горные тропы дорога не из легких но во времена расцвета королевства все было намного проще раньше можно было легко пройти по перевалу в утесах моста до него уже давно осыпался но те огромные ворота стоят до сих пор проверяем проверяем пишет ли все это вроде все нормально тысячу перестановок а я и не жалуюсь когда мост моста не стало нам пришлось угождать лишь малой части путешественников даже в самый сезон не хотел бы я чтобы орды жуков снова хлынули в грязь тишина мне больше по душе хорошо где мой светильник вы мне скажите где вот он да от вас дело до свет там муж и фонарь что важнее свет освещающий путь или друг который с тобой лучше это и другое купе этот этого яркого дружка и он осветит тебе путь сквозь саму густую тьму да дайте мне пожалуйста 1800 1800 почти я уже там посчитал сколько у меня осталось по 520 но это грабеж чистой воды да и как его использовать вопрос как его использовать во первых не нужно на карте посмотреть вот он фонарь из хрусталя со светом мухой внутри освещая темные пещеры помогая путнику найти верный путь ну а он типа как пассивный предмет ребят но это конечно же плюс потому что раз предмет пассивный не нужно никакие ячейки под него тратить ну и так далее мы просто что мы делаем мы у нас во первых где-то вот тут в глубинном гнезде да там в том районе у нас не следована история и у нас получается где-то здесь можно было про путешествовать еще направо но в любом случае нужно запрыгнуть в этот колодец и вот здесь уже посмотреть на эту карту где-то у нас был проход на право зак ага вижу ну что туда мы и мать нёмся давайте посмотрим там наверняка будет новая какая-нибудь локация и может быть какой-то босс у нас тоже поджидает на про гляньте у меня знаете обнулились мои эти две ячейки дополнительного урона которые я добывал в надежде на то что я не надеялся я переживал голос потихоньку ты куда останься в общем переживал за то что у нас предстоит файт их у раз в какой-то момент они стали дополнительные эти две ячейки для меня истории видно когда в грязь вот я зашел вниз тут вниз ну дайте здесь посмотрим в шахтах шахтах не помню что преграждала нам почему мы дальше направо а там удар вниз подождите а я научился такому приему или нет или нет может быть это было в другой игре так удерживать восстанавливает душу сколок маски долазать по стенам это накидка мотылька простой ключ тухлое яйцо первое карта да и все вот тут пока что полном не проломить да тут какой-то удар должен быть поехали значит нам ниже я как бы просто хотел восстановить в памяти что тут нас не пускала дальше направо пройти вот они же у нас будет сто процентов как раз этот но опять же сто процентов мои вот я сказал сто процентов и теперь думаю так ли это на самом деле потому что в самом начале практически игры это нужно было прям свалиться в самый низ то ты сдохни в общем пролетел я свой поворот самом начале игры мы были в самом самом первом эпизоде по мне сюда забрел а да 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 вот это вот она ну теперь то тут светло посмотреть автомат для сбора платы символом ворот вставить киев 50 до видно не ту кнопку нажал до квадрат не подтверждает кстати только крест если что хуха йов йо прст там у нас внизу еды лить колотить это какие-то кристальный вай блин хотел уклониться и напоролся на сталактит сталактит так идите вон сталактит у вас нет карты этой области с чем чем нас в общем-то торжественно тут и поздравляют ой тыс ну чё прыгаем на голову смотрим на что они способны а я понял их вообще не победить тут просто можно под собрать гео и свалить отсюда потому что эти ребята бронированной полностью а как не а я понял все быстренько вылазим так а дело то я подзаработал чё 531 у меня столько по моему и было или они своими рогами просто колючками кристаллами забирают их назад что происходит блин тут совершенно другой пошел эпизод пошла другая музыка другая атмосфера каждый уровень как чуть ли не как новая игра у вас нет местности этой карты это библиотека в этих шахтах странная локация возможно в дальнейшем нам сверху можно будет сюда как-то свой а понятно по панцирь бьешь ничего не происходит в глаз ты конечно обалдеть они тут добывают кристаллы в принципе шахта в масштабах не сможешь на нет прикольно сделали китанчики что если я тебе магией блин эта локация мне очень нравится прям вообще фантастика мешок скил потому что она яркая она яркая музыка здесь блин но нам-то нужно еще налево там в тюму вернуться там на спуск какой-то поджим поджидает дайте найдем карту найдем картографа потом отправимся что-то как а это нельзя туда я помер отказывается вниз они как это кристаллы которые нас уничтожают а вот и шахтеры бравые ребята ты враг или разговора я понял разговаривать он не хочет со мной бьет меня своим значит свайки рукой так и живем ха так ты еще и фига ты еще и бросаться будешь ну на боже чуть-чуть я перепугался сейчас вниз куда-то свалюсь увидел скамейку там справа такой думаю ура бежать к ней быстрее топить но у принт принципе пока мы картографа не встретили о офигенчик а я чекнул чекнул можно ли ну типа вот то но как а я думаю зацену типа если дотронуться до этих кристаллов нанесут они ли мне нанесут ли мне они уроду и тут сразу же я ответил на свой на вопрос смотреть что-то интересное тухлое яйцо то что что где тут дешево интересно дешево интересно тухлое где скамейка обещали мне скамейку что ох охренеть охренеть за 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 фигачат меня сейчас ныкаемся быстро восстанавливаем здоровьем чет со скамейкой меня как-то по моему надурили слегка где-то справа а нет есть ух ну тут зря потратил блин всю душу я еще хотел захилиться в прошлой локации ну да имею ввиду на прошлом экране слева который был в мороз тут скамейка из не буду тратить ага скамейка там ну два удара всего противник ай можно разбить эти кристаллы но они конечно мешают мешают нормально я понял что можно получается каким образом атакуешь противника некоторые некоторые фоны они немножко мешают все-таки нормально файтится но очень красиво за это можно простить даже на удобство обзора получается пока ты можешь вот так оттолкнуться типа глаз ударить это врагу что что было просто не могу я пока что вверх несут этим таром меня не получается уже сколько времени я играю и до сих пор а я думал короче больше одного кристалла он так не делает преграду нифига делает похоже он там может ими раскидываться влево вправо чуть ли не бесконечно агрессивные какие пыли шахтеры надо нужен картограф киев искать о ага не такой думаю блин нужен туман вот сейчас в голове играю в кастувание шадов как там of night night что-то там короче там типа туман для того чтобы проходить через решетки и тут просто вот-вот как голова забивается другими играми как-то мне так свезло так три раза тебя сколько надо 4 слушайте ну я хочу картографа просто отыскать ага ребят ну там он кто-то висит рогатый справа похож на нас рога у него были побольше кто-то видать им их все равно отломал четыре раза нужно я не знаю идти направо этом просто налево там я не поднялся ладно давайте прыгаем направо да погнали байлин пролетел какой-то островок и брить колотить смотреть да будут прокляты идущие против короля да ладно у нас произволь все нормально мы свои что-то карты не видать ребята я реально просто в панике у станция рогача это неплохо смотреть сколько гео устройство с прорезью для чего-то вроде пропуска у стоит проездной да не зря мы там с налево смотнулись проездной нашли как не портанула так это у нас по катушке куда мы тут куда мы зайдем куда мы приедем отдохнуть почему нет свет нам не нужен осмотреть естественно а нажать на светящуюся кнопку как как же нажать вы еще сейчас поедем куда-то ахаха пусть и неплохо так неплохо мы случайно приедем не в ту ли локацию где я там планировал дальше с фонарем то своим вот это вот мотнуться а я понял друзья кристальный пик направо вот грибные пустоши налево но нам прям прям от ну перейти перей там налево куда-то но это круто что мы можем вот так вот переместиться и мне понравилось где кнопка да поехали давайте там еще немножко осмотримся возле этого кладбища короля там нужно найти картографа без него дело не будет я ж надеюсь он везде появляется тут а ну да понятно это ворота через который в общем-то и уезжает этот вагон тут у нас больше ничего не припрятано просто нарисован там же был нарисован рогач видите получается у нас настоящая карета приехала за нами ну давайте глянем что там справа против короля мы не хотим идти плену тут вообще просто огонь там какие-то головы на столбах как на черном яйце смотреть грязище и спят дабы сберечь сосуд маномана наставница в своем архиве окружена мглой и туманом лурьен хранители в своем шпиле наблюдая за городом хера зверь в своем темном логове сохраняться сохраняясь глубоко под королевством благодаря их преданности холонес стоит вечно чего так грязище добавлены на карту не шагу больше маленькая тень что заставило вылезти что заставило вылезть из тьмы что заставило вернуться в это священное королевство зов из-за печатей и кто позвал сосуд или пленный свет разобьются ли печати их нельзя разбить но сосуд слабеет чума разгорается вновь их нужно разбить но наши печати еще целы наш долг беречь их избавимся наш долг беречь их так надо так избавиться от меня они там планируют ребята ребята не надо давайте же так исчезни маленькая тень исчезни оставь нас в мире и покое сушки ну чё не там чё не там надо мной издевались надругались куда тут вообще-то идти тут ты такая а вот так вот так задумано интересно что будет если я упаду давайте проверять не будем я думаю если тут будет тяжковато то я и так свалюсь проблем нет куда-то попали мы в интересный мирок чё за бабочка такая может быть я я не знаю хороший наш герой или плохой как бы отыгрывать за поганцы не очень хотелось бы но мне кажется он причастен к падению холодная стояли его раса а там посмотрим что за ужасную судьбу тебе предрекли решили обречь тебя на блуждание в этом пространстве между души и тела что же ты примешь их приговор и неспешно исчезнешь или возьмешь оружие перед тобой и про прорубишь дорогу прочь из-за этого печального всеми забытого сна конечно оружие дайте оружие хочу нам за кролик то безумный сидит на заднем фоне слушать я какой-то меч похоже получил там новый гвоздь получена гвоздь грез удерживайте треугольник чтобы зарядить гость для удара прорезайте покров отделяющий грезы от яви офигеть просто что это такое серьезно это муха меня там приютила опа и поет мне арбуль провидится ах ты вернулся с возвращением в мир яви те существа грезище они воспользовались той силой хоть не мной воспользую что у них еще осталось и перенесли тебя в это скрытое место но гвоздь грез талисман что ты сейчас держишь он способен прорезать покров что разделяет мир яви и обидель наших греж даже самим грезище мне скрыться от такого оружия но признаюсь тебе время притупила священный священный клинок впрочем быть может вместе мы сможем вернуть его к силе а тебя требуется немного только приносить мне сущности сущность бесценные осколки света из которых сотканы грезы собирая их где только найдешь и приноси мне как только ее у нас будет достаточно мы сможем творить чудеса иди же в мир гвоздоносец разыщи сущность что еще теплится в этом мире собери стол сущность и возвращайся я продолжу учить тебя мужчина нас учит муха может тебя зарезает это все дело пойдет чего это ради ты смотришь в мой старый за замшелый разум поверь мне нет тут ничего интересного но не прекращай пробуй свой гость грез на мире вокруг тебя сокрытая перед тобой себя раскроет ну это что-то реально интересно так я что-нибудь трачу так что-то становится все сложнее и сложнее я вам скажу где мы вообще очутились земли упокоения у вас нет карты этой области откройся как рай и ракета в метроид прайм 3 удерживайте о таки мы встречали кстати деревья и что это что это значит а это сущности мы собираем похоже да ребятки вот это мы залетели вот это просто с каждую новая локация все интереснее интереснее направо у нас рогач но нам-то сущности нужны плохо что нет плохо что нет это карты карты не хватает не пойму они не исчезают нет почему почему я не могу разломать наверное нет у меня какой-то спешил обилки короче специально атаке чтобы сверху нанести урон гробницы да и карты блин у меня нет так это похоже мы вернулись ага назад немного осмотреть они опять меня будут грязящий из 5 дабы сберись сосуд но это я понял что их нужно троих отыскать ага но второй раз они меня второй раз они меня так вот хотя бы значит нам направо по любому нужно классно музыка сразу заиграла опять сменилась атмосферка направо тут можно было с этим непонятно может да и с магия тоже не разбивает надо будет сюда вернуться когда у меня будет приемы тогда так а вниз и тогда я наверняка смогу пройти так это уже за за ты шпилит на пианино божественно так направо о что ты такое извините что разминулись если собьешься с пути заглянешь в наш магазинчик в грязь микки и купи карту нужны тебе области цены у нас просто замечательный корнифер он что мне карту оставил нет мы просто разве разминулись и намекает на то что мне придется еще к нему залетать наверх ну тут рогач приедет рогач и мы сможем просто корниферу мотнуться и как понимаю привет так стой поговорить сначала что это у тебя за пропуск это же не для той ужасной машины трамвая надеюсь ты не собираешься ездить на этой несуразной громадине подумать только якобы какая-то никчемная машина способна выполнять работу рогачей глупо очень глупо землю упокоения сюда пассажиры прибивали прибывали чтобы отдать дань усопшим теперь уже и не прибывают кто знает вдруг мертвые нынче сами когда отдают эту дань существенную с ним разговаривать одно удовольствие желаешь проехаться по туннелям рогачей запрыгивай на платформу дай мне знаете мы быстро отправимся в да да поехали рогай с тобой всегда приятно поговорить куда мы поедем так это землеупокоение очень классная локация вокзал королевы зеленая тропа забытая перепуте да но нам в грязь вот ребята нам в грязь вот нужно вернуться купить карту я думаю купить карту и ну как можно было так вот без меня купить карту давай еще раз нам наверх ну и потом потом что потом ой где тут открывается дверь а я понял она была тут закрыта теперь мы можем заходить на этот вокзал прикольно прикольно за дверь была закрыта и теперь понятно но сделали они интересным так но от магазинчик что-то карту на продаж папа надо землеупокоения так карта земель упокоения священного священного места не вдалеке от перепутия корнифир говорит место показалось ему был благостным и тихим но мне от этого что-то не по себе нет уж спасибо так приобретаем естественном правда блин я тут разогнался гагео у меня не так уж и много булавка шепчущий корень корнифир рассказал мне про какие-то странные шепчущие корни я сделала для не булавки чтобы их можно было отметить на карте ну давайте 150 купить еще какая-то булавка 180 булавка могила воина корнифир рассказал рассказывал мне о каких-то особенных гробницах и святилищах в глубине королевства если что вот этими булавками их можно отметить на карте чтобы сходить и отдать дань уважения конечно же ну хоть хватило на эти покупки пойдемте по ко второму зайдем купцу что скажет дедуля никогда не думал что увижу такое вокзал рогачей снова открыт а ведь это здание пустовало еще до меня ух я слышал много историй этих чудесных туннелях целая сеть протестирающихся на все королевство не то чтобы я буду кататься по ним что ты меня и тут все устраивает так ну хорошо дайте заглянем заглянем сюда в магазинчик привет а все еще хочешь что-то купить где оттягивает карманы увы боюсь тобой скуплено все с чем я готов был расстаться совсем ничего не осталось а я была у меня тут пара-тройка побрякушек старой кладовке вот только ключ от нее потерялся так что боюсь я больше не буду с тобой торговать по крайней мере до поры до времени а теперь иди по своим делам и дай мне насладиться всем тем гео что я наторговал эй подожди у меня подожди у меня тут ключ у меня у тебя теперь новый гвоздь да выглядит намного лучше предыдущего ах нет это все тот же старый гость но его заточили причем за . занимался настоящий мастер я погляжу гость есть продолжение нас инструмент который мы создаем мир вокруг себя поддерживать его остроту наш священный долг эй извини не перестала мне так распаляться давай-ка лучше поговорим на языке гео напротив меня открылся магазин картографа как погляжу полагаю немного здоровой конкуренции никому не помешает может мне тоже начать продавать карты или это будет слишком вызывающе и все справедливо в мире гео их у вас в карманах пустовато если тебе нужно больше гео спустись в развалины под нами и поищи там но будь осторожен и не сойди с ума я вниз тебя спасать точно не полезу так ладно с ним поболтали пока он ключ не найдет видать видать нам ничего не купить стоп 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 а ну да мы скупили тут все что можно прыгать что за справа вот это вот обозначает вот он первый магазин потом лавка вокзал рогача а и еще одна лавка картографа что я просто в этих значках ничего папа надо так ничего у нее нету зельда а если блин поговорить и ведь надо же было остановиться именно в этом мрачном городишке я думала что мы тут на время но потом мой муж заглянул в эти старые руины и словно голову потерял теперь он все свое время по пропадает внизу каждый раз твердит мне что картография это прибыльный бизнес разве кто-нибудь у нас карты покупает кроме тебя так ладно я понял с ней наверно можно долго тарахтеть друзья ну что ж давайте на этом наверно мы и данный эпизод закончим я здесь вам понравилось если это так пишите комментарии чем ну ставьте лайки чем больше лайков комментариев тем быстрее я соответственно продолжу запись этой потрясающей игрухи потому что она мне самому интересно но многое зависит также все таки вашего фидбэка увидимся самое ближайшее время всем классных игр хороших прохождений пока а а а а а